Учёные уже давно изучают Марс. Главным вопросом сегодня является наличие воды и жизни на планете. С помощью низкочастотного радара Марсис в области Южного полюса была найдена жидкая вода. Ранее уже было известно, что на Марсе вода существует в твёрдом состоянии в некоторых областях и к заобразным в атмосфере. Дело в том, что на Марсе всегда существовали шапки. Так, большой вопрос, из чего они состояли, но считалось, что всё-таки там какая-то примесь воды существует. И вообще, в принципе, никто не отвергал, что на Марсе вода существует. Дело в том, что просто её в тысячу раз меньше, допустим, водяного пара, чем у нас в атмосфере. Вода является одной из основ жизни на Земле, и поэтому для учёных снова открывается вопрос о живых организмах на Марсе. Препятствием для их существования на Красной планете является большой перепад температур. Может быть, днём в полуденной точке на экваторе плюс 35, а ночью минус 100. Но я хочу сказать следующее, что на Земле обнаружены микроорганизмы, которые при таком режиме плюс 35, минус 100, даже размножаются лучше. Дополнительные споры о существовании жизни вызывают и найденные следы древней органики. Её происхождение может быть и биологическим. Помимо этого, на Марсе обнаружен метан. Он входит в число биомаркеров, указывающих на возможное присутствие жизни на планете. На Земле значительная часть этого газа производится микроорганизмами. Считается, что когда-то на Марсе, в общем-то, жизнь по всю развивалась и существовала. Жизнь есть везде. То есть, я вот более чем уверен, что и на Марсе, в конце концов, в каком это форме это найдут. Может быть, под поверхностью Марса, может быть, на поверхности. Артём Тупичкин, Ленар Довлетяров, Универньюз.